Мы будем рассматривать вот такие, это еще не самая окончательная теорема, я потом скажу туда более общую теорию Первое, что я хочу доказать, что это полностью обоснованное наблюдение, это такая теория Давайте рассматривать процессы упорядоченные, состоящие из n-1 транспозиции Здесь, как поясняется, важно, что количество транспозиций на единицу меньше, чем количество того То есть вот такая, а1 меняется местами в b1, а том на месте а2 меняется местами в b2 и так далее Последнее, что происходит, это том на месте n-1, а n-1 меняется в n-1 То есть всего у нас n-1 транспозиция, все номера домов, все номера объездов, как по а, так и по, они здесь могут совпадать и этой картинке, они от единицы до n В нашем примере n равно 10, а количество транспозиций, соответственно, равна 9 Так вот И этому этой картинке мы сопоставим, прежде всего, граф, у которого вершины будут 1, 2 и так далее, n, а ребра будут как раз соответствовать вот этим вот транспозиция. То есть сначала мы рисуем ребро, соединяющее где-то A1, A1 одной из числов, представляете? Это у нас будет ребро номер 1, а потом рисуем A2, B2, например, A2 это B2. А может так и могло оказаться, что кто-то из них совпадает лициативно, B1 все равно. Вот, ну и так далее, в общем, рисуем вот такой граф. Мы рисуем граф с вершинами 1, 2, n и ребрами A1, B1 и так далее, A, n-1, B, n-1. То есть в графе n вершины и n-1 ребрами. Так вот, первая теорема, которую я хочу доказать, заключается вот в чем. Граф дерева тогда и только тогда, когда вот эта перестановка, полученная вот этими операциями, объявляется циклом. Вот этот граф дерева тогда и только тогда, когда здесь мы получаем один единственный цикл, а не несколько циклов, как по климу. Это первое, что я хочу доказать. А второе утверждение, ну, чтобы второе всегда сформулировать, надо сначала доказать первое. Вот. А второе утверждение теоремы 2 заключается вот в чем. Ну, собственно, как я объяснял, что если цикл, давайте его как-нибудь обозначим там, E1 и E. Если нарисовать вот этот цикл на окружности, то есть написать E1 именно в этом порядке, E2 и так далее, и N, E1 не пересекаются, точнее, они пересекаются только в вершине, не пересекаются во внутренних точках. Не пересекаются. Ну, и как дополнение, можно они будут отписать на носке, А теперь мы докажем также остальные наблюдения, что их номера около каждой вершины упорядочены против часовой стрелки, а вокруг каждой грани по часовой стрелке — это всё, на самом деле, часть арены 2. Я, Саша, не буду вас слушать длинный записи. Существует ли серия на ручке. Самое интересное — почему они не пересекаются, вопрос. То есть, почему вообще эти вопросы можно задавать, почему это такое, как говорят, вложенное в круг дерево? То есть, вложенное, если что-то легко пересекаются. Хорошо? Давайте попробуем сначала доказать теорему 1 Еще раз теорему 1 Мы берем n-1, это очень важно, на спазицию Рисуем соответствующий граф А потом смотрим, какая перестановка получается, если эти транспозиции выполнить последовательные Так вот, получается цикл тогда и только тогда на граф 2 Это совсем не очевидно, это, как вы видите, не очень сложная теорема Но не очевидная, потому что, например, дерево это или нет, не зависит от порядка, в котором мы делаем эти операции Ну, дерево мы можем, конечно, ставить номера номер, просто является граф деревом, а от номеров никак не зависит А вот перестановка, которая получается, очень даже зависит от порядка операций Выясняется, что если граф дерева, то она всегда будет циклом Цикл будет разный, в зависимости от порядка, но всегда будет цикл Ну и наоборот, если мы хоть раз получили цикл, значит граф был в дерево Независимо от того, в каком порядке у меня это цикл Так что это совсем не очевидная теорема, но, впрочем, довольно несложная Сейчас я вам покажу, какие вещи показывают Вот Доказать Ну, здесь стоит написано тогда и только тогда Поэтому Поэтому нам Надо практически доказать ответственность Если дерево, то цикл Если цикл, то дерево Как и странно, если цикл вверх – это пропущий Вот, значит, часть 1 Граф 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 С вот такими ребрами, вершинами 1, 2 и так далее Ну, смотрите, а какой, собственно, граф вообще может получиться? У нас в этом графе n вершин и сколько ребрами? n-1 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 Может быть, такой граф всегда делен? В дерево мы знаем, что если это дерево, то у него n-1 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 ну давайте его докажем я утверждаю следующее, давайте посмотрим такую вещь у каждого ребра давайте сделаем так, возьмем вершины пусть вот v1 vn-1 в вершине в вершине ну и из каждой вершины выходит сколько-то там ребра d1 dn-1 это называется валентность вершины в первой вершине 2 d1 в вершине 2 в этой вершине dn-1 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 dn-2 у вас другой ответ но что-то много честно говоря, это не за ним попало много смотрите, если у меня дерево вот такое вот у меня две вершины d1 единица, d1 единица, а все остальные двойки в сумме получится 2n dn-4 dn-2 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 дn-2 дn-2 dn-2 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 dn-3 dn-2 Это удвоенное количество ребра. А почему? Потому что каждый ребро имеет конец и начало. Ну, точнее, два конца неизвестно, что там начало. Просто каждый ребро имеет два конца. Вот смотрите, мы можем сделать такую вещь. Мы можем посчитать количество планов, состоящих из ребра, и одно из его конца вершины. Сколько таких планов? С одной стороны, их двое больше, чем ребра, потому что у каждого ребра есть два конца. Каждый ребро пускает два конца. А с другой стороны, у каждой вершины мы посчитали столько пар, сколько в нее стоит ребра. То есть как раз мы это число и обозначали. d1, d2 и так далее. Поэтому, с другой стороны, количество таких пар в ребро верши и одиннадцатилетик концов этого ребра равно сумме d1 плюс d2 и как раз плюс d1. То есть это то же самое. А теперь давайте посмотрим на граф. Я утверждаю, что если есть 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 телюбие показательства если в графе ребер меньше, чем вершин а все может так быть сколько угодно, может быть, граф вообще без ребер неизолированная точка, да? Если в графе ребер меньше, чем вершин и нет изолированных вершин а в дереве их нет, да? потому что это связанные и нет в общем и короче, никакой из чисел не равен ну, да? из каждой вершины хоть одно ребро пахло вот и нет изолированных вершин то существует висячая вершин в релокале если в графе меньше ребер, чем вершин а на самом деле мы знаем, что в дереве это так но я сейчас даже это не предполагаю известно да? если то существует обязательно висячая вершина давайте я дам всем одну минуту доказательства изверждения с использованием вот этого графа висячая вершина это вершина, у которой есть только один сосед да? то есть вершина вершиной, например, i у которой на самом деле для i равна единице которая степень равна это валятость равна единице с которой уходит только одно ребро почему если ребер меньше, а человек вершин тогда обязательно там почему здесь обязательно есть число единиц если e меньше n если там нет единиц, то все если e меньше n если там нет единицы рублей, то хотя бы 2 я хочу все-таки чтобы сделала мы считаем, что у нас доказано что изолированных вершин нет да? то есть тем самым каждое d, i, t не меньше единицы но если хоть одно равно единице то это и есть та самая висячая вершина которая нам нужна но если висячих вершин нет значит каждое d, i, t не меньше двойки но тогда слева слева стоит сумма n чисел не меньше 2 значит слева стоит не меньше, чем 2n а i меньше n поэтому справа стоит меньше, чем 2n поэтому если если в графе меньше ребер, чем вершин то там обязательно есть висячая вершина и нет изолированных вершин это важно там обязательно есть висячая вершина но тогда сейчас мы все докажем нам нужно доказать что если вершин n а ребер n-1 то граф связи только тогда и тогда когда является есть висячая вершина что-то такое там происходит может быть есть висячая вершина мы пока этого не знаем обязательно есть висячая вершина тогда давайте сделаем следующее возьмем эту вершину и уберем ее вместе с этим самым единственным ребром который в нее вспомнит тогда у нас получится n-1 вершина и n-2 ребра мы убрали одну вершину и одну ребра я утверждаю что граф как был связан так и останется почему почему при убирании висячей вершины связанности как нарушить нему ну если что до этого путь соединяющих любые какие-то две вершины то этот путь не проходил через это ребро ну может быть он и проходил кто его знает но он это зря делал потому что если этот путь проходил через это ребро и попадал в эту коротку в sprite другая и задержал допустил на бутыл в следующем в у прокат так и и сдохи вот вы и м получать это В эту вершину нам попадать уже не надо, мы ее убрали, а между любыми двумя оставшимися путь по-прежнему есть. Поэтому, когда мы убрали висячую вершину, то граф по-прежнему остался связным. И это, кстати, не так, если вершина не висячая. Если вы просто выйдете любую вершину и все содержащие ее ребра, то, конечно, граф может развалиться. Представляете себе, любое дерево, уберите из него вершину, которая не висячая, не конечная. Она развалится, ну вот. А с висячей вершиной такого не происходит. Поэтому граф остался связным. Ждем теперь n минус 1 вершина и n минус 2 ребра. Да? Но хорошо. Ну и что? Почему из этого следующее он делит? Ключевое слово из этого самого... Индукция. Да. Ключевое слово здесь индукция. Индукция по какому параметру? Количество вершин. Например, по количеству вершин. У нас получилось меньше вершин, чем было. Граф по-прежнему связанный. По-прежнему на единицу меньше рёбер, чем вершин. Значит, по предположению индукции, ну базу индукции там для двух вершин как специально придумывается. Знаешь, там, если двое-то две вершины и одно ребро, то это линь, это такое дерево, на которое... Вот, больше ничего не можешь. Вот. То значит, он уже был деревом. Но если у нас есть дерево из-за одной вершины, какое-то там дерево, и мы к нему где-то прибавляем висячую вершину, неважно к какому вершине мы её приклеиваем, да, то, ну, я оставляю это в качестве совсем легкого упражнения. То есть, если мы к дереву добавляем висящую вершину обратно, то оно не перестаёт быть. Вот и всё. Индукция доказывает, что в этом случае граф святен. Кстати, подумайте чуть-чуть, и на самом деле мы только что так же доказали, что в любом дереве с вершинами минус одно ребро. Это доказывается ровно той же самой индукцией, потому что в дереве с двумя вершинами ясно, что одно ребро. Так что здесь это верно. А дальше по индукции там тоже самое рассуждение доказывает, что в дереве на одну вершину найдет меньше ребер, чем вершины. Единственное, что надо доказать, раз мы не знаем, что есть число ребер, что в дереве всегда есть висячие вершины. Но это, я думаю, лёгкое упражнение, которое я оставлю. Хорошо, значит, дерево в нём, значит, дерево, ну так или иначе, дерево всегда найдет меньше ребер, чем вершин. И наоборот, если в графе найдется меньше ребер, чем вершин, и этот граф в связи, то он является деревом. Ну а дерево всегда скажем. Всегда. Хорошо, но это ещё не конец доказательства нашей фермы. А именно, смотрите, что происходит. Я напоминаю, что мы сейчас доказываем, что если перестановка цифическая, то граф является деревом. Представим себе, что граф деревом не является. То есть идём н вершин, н минус одно ребро, и граф не деревом. Что чисто логически следует из вот этой эквивалентности? Граф не связан. Что граф не связан. Он к тому же ещё и циклы хотя бы в одной компоненте имеет, но он, кажется, не важен. Нам важно, что он, согласно тому, что доказано времени, не является связанным. Отлично. Не является. То есть граф наш, когда мы будем вот так написывать, он, возможно, содержит какие-то циклы, какие-то куски, какие-то деревья, может даже содержит, там, залеронок вершинно засадок не содержит, понимаем. Что-то вот так вот получается. В нём наединиться меньше ревер, чем в большинстве, кстати, в том примере, который на доске. Но он не связь, он содержит минимум два куска. Раз, кусок, два. Можно еще. Теперь я утверждаю, что вот такие операции никогда не приведут к циклической перестановке. То есть если не деля, то нет цикла. Значит, если цикл, то день. Почему вот такому графу, как не переставляя... Вот если мы согласно такому графу выполним вот эти операции, то цикл мы не получим. Я напоминаю, что в этом графе лёбра 1 есть A1, B1, потом где-то в другом месте находится A2, B2, потом A3, B3. Вот здесь я обсужу пример, что B1, B3 это одно и другие. Ну и так далее. Вот как бы мы эти A1, B1 и так далее не расставляли, цикл не получится. Почему? Потому что они не связаны. И что? Почему это означает, что циклы не будут? Что это не цикл, что там получится непонятно, но не цикл точно. Что? А определение цикла просто такая перестановка, где один переходит во что-то, во что-то и так далее, и так далее, пока мы не вернемся опять в единицу. То есть, если это не цикл, то можно несколько раз сделать циклический сдвиг, так что B2 перешло в A2. Да. Ну, соответственно, циклический сдвиг, это на самом деле, мы прошли по нескольку ребра в этом графе. Ну, если мы из каждой вершины могли идти в каждую, значит, идем в связи. Ну, правильно, но я, понятно, боюсь только мне, потому что я знаю доказательства. Хотя, правильно. Кто-нибудь понял или, может быть, знает независимый? Здесь действительно речь идет о том, что эту перестановку можно выполнить несколько раз. Вот смотрите. Представьте себе, что перестановка циклическая, например, вот такая. Тогда, если я захочу, вот у меня есть какая-то точка P и какая-то точка Q, тогда обязательно можно выполнить эту перестановку несколько раз так, чтобы после этого P перешла в Q. Вот здесь существует такое K, что если K раз выполнить вот здесь вот эту перестановку, то зарядье заданной точкой P перейдет в точку Q. B и Q можно взять любые. Это понятно. Сколько раз здесь надо выполнить, скажем, чтобы 4 перешло в 9? Раз. При первом выполнении в 3, при втором в 7, при третьем в 10, при четвертом в 9. И Armin, что здесь происходит, мы получим, что здесь, на самом деле, здесь, на самом деле, мы получим из чего угодно что угодно. Здесь можно вот так вот двигаясь по циклу из любую точку получить любую. А теперь представьте себе, что перестановка является произведением монопитного транспозиции, где транспозиция в материале образует несвязный градус. И теперь давайте возьмем точку P в одной компоненте, а точку Q в другой компоненте Я возражаю, что сколько раз такую перестановку не делал, и P в Q не перейдет И тем самым эта перестановка не циклическая Почему? Потому что P, под действием вот этих вот транспозиций, путешествует только внутри своей компонентной связности Те ребра, которые лежат в другой компонентной связности, они на P никак не действуют P подвергается какому-то сдвигу только когда мы делаем транспозицию, соответствующую ребру из этой компонентной связности Ну хорошо, но P тогда переходит в какую-то другую точку Но эта точка же в той же самой компоненте, и значит на него все равно действуют только вот эти ребра Тем самым, сколько бы мы здесь не умножали, и даже если мы потом эти ребра применим повтором То есть делаем перестановку Сигма второй раз, третий раз и так далее Все равно точка P будет путешествовать как внутри своей компонентной Она никак прыгнуть не может, здесь нет ребра Между P от P и Q нет никакой последовательности ребра А значит находимся в память Вспомните, как путешествовали точки здесь по границам вот этих вот кусочек Но они путешествовали по последовательности ребра графа Так или иначе Да, даже если мы не знаем, как они исполняют Здесь такой последовательности между P и Q нет Это смысл слова не связано А значит, эта перестановка не какая степень какая-то перестановки Никакой последовательности этого выполнения Этой перестановке несколько раз не переводят P в Q, а значит она не является цифлическим Цифлическая перестановка всегда может что угодно по что угодно перевести Вот, такое интересное доказательство Теперь в обратную сторону Теперь в обратную сторону Я хочу доказать, что если граф дерево, то получится цикл Более того, я докажу это вместе с теоремой 2 Вместе с теоремой 2 Я докажу, что не просто получится цикл А что этот цикл можно естественным образом нарисовать на окружности Да еще так, чтобы этот граф тоже внутри этого круга нарисовался без самопересечений То есть сейчас мы будем доказывать теорему 1 вниз и теорему 2 вместе То есть сейчас у нас будет наоборот У нас будет задан какой-то граф, который точно является деревом И давайте посмотрим, какая получится перестановка и почему ее можно нарисовать Вот